Здравствуйте! Вы смотрите программу «Подробный разговор». Меня зовут Владислав Изюминка. Сегодня поговорим о Всероссийской Олимпиаде для школьников. У нас в гостях Инна Денюш, директор фонда «Золотое сечение». Инна Казимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Инна Казимировна, что такое вообще Всероссийская Олимпиада для школьников? Всероссийская Олимпиада школьников – это самая массовая олимпиада, которая проходит в нашей стране. Она проходит во всех, бессключительно, регионах по 24 основным школьным предметам. И в то же время она состоит из четырех этапов – школьного, муниципального, регионального и заключительного. На каждый последующий этап попадают победители и призеры предыдущего этапа. В нашем регионе она также проходит по 24 предметам. С этого учебного года планируется проведение регионального этапа уже фондом «Золотое сечение». Да, вот именно про это я и хотел сказать, что сейчас продолжается прием заявок на участие в этой Олимпиаде. И какую роль здесь играет ваш фонд? Мне кажется, тоже важно отметить. Сейчас проходит прием заявок и идут уже туры по первым трем предметам из шести. Это пригласительный этап, который проходит в онлайн-формате и который проводит образовательный центр «Сириус» совместно с городом Москвой. А вообще школьный этап в регионах начинается с начала учебного года, уже в очном формате. Сейчас это такой пробный шар, дистанционный формат, поскольку мы сейчас все так или иначе вынуждены существовать в этих условиях. И «Сириус» решил провести такой вот пригласительный этап. Он добровольный абсолютно. Там будут очень интересные задания, творческие, как и всегда, собственно, на Олимпиадах. Поэтому сейчас мы разговорим о пригласительном этапе, который не является обязательным, является таким, который проводит вообще первый раз «Сириус» в нашей, по всей стране. А вот этот вот самый этап перед началом Олимпиады, он был, то есть не всегда. Его вот только сейчас запускают, и он сразу же в онлайне будет существовать. Но я думаю, что еще подробно про него тоже поговорим сегодня. Принять в Олимпиаде участие может любой желающий, верно? Да, любой желающий. Главное – любить тот предмет, по которому хочет ребенок принять участие. И все-таки это не школьная программа, здесь требуется креативность и творческий подход. Но попробовать свои силы, я думаю, интересно всем. Вот пригласительный этап, новая совершенно фишка, скажем так, Олимпиады. Почему важно принимать участие в нем? Ну, во-первых, для того, чтобы понять, насколько нравится или не нравится предмет. Попробовать свои силы, потому что после пригласительного грядет следующий уже школьный этап, который будет, я думаю, в сентябре, как и каждый год. И уже можно подойти более подготовленным. Во-вторых, «Сириус», проводя этот пригласительный этап, в дальнейшем победителей и призеров будет приглашать на свои уже очные программы. Кроме того, «Сириус» также разошлет информацию в региональные центры, которыми, ну, вот в Свердловской области, таким региональным центром выявления и поддержки одаренных детей является золотое сечение. И мы будем обладать информацией по победителям и призерам, принявшим участие в пригласительном этапе, от нашей области. И также будем их приглашать на наши очные смены, на наши очные программы. А в каком формате будет проводиться пригласительный этап? То есть, понятно, однозначно, что это онлайн, но можно чуть-чуть подробнее. Да, очень подробно. Все расписано на сайте «Сириуса». Ребенок, подав заявку на тот предмет, их всего будет шесть, по которым «Сириус» в этом году проводит пригласительный этап, это физика, математика, информатика, астрономия, биология, химия. Ребенок, подавший заявку на один или несколько предметов, по тому графику, который также указан на сайте «Сириуса», просто подключится онлайн, зайдет по ссылке, и ему понадобится в зависимости от предмета от часа до трех, для того, чтобы непрерывно выполнить задание. Выгружать ничего не нужно будет, нужно будет решать онлайн, то есть нужен доступ в интернет, после чего все эти решенные задания будут отправлены экспертам, в том числе экспертам «Сириуса», как мы знаем, это на сегодняшний день одни из самых сильных пулов экспертов, которые будут оценивать и выстраивать в дальнейшем рейтинги из ребят, которые приняли участие. То есть, получается, не машина будет проверять, будут реальные люди, эксперты проверять. Для каких классов проводится пригласительный этап? Пригласительный этап проводится с четвертого по десятый класс и по математике с третьего по десятый класс. И также здесь остается правило, которое действует и на очных этапах Всероссийской Олимпиады школьников, о том, что ребенок может заявиться на более старший класс, но тогда он должен будет и дальнейшие этапы, но это если проочный этап, то есть ребенок, например, может, учащись в шестом классе, выполнять задание за восьмой, если он чувствует в себе силы и он достаточно подготовлен. Здесь будет такое же правило. Как можно пройти регистрацию? То есть, нужно форму какую-то заполнить на сайте или где это можно найти? Ну, я думаю, уже очень многие наши школьники знакомы с сайтом Сириуса. Там есть раздел «Пригласительный этап» Всероссийской Олимпиады школьников и кнопка «Подать заявку». После этого там все достаточно понятно. Ну, то есть, все просто, легко, можно разобраться. Хорошо. Вот «Пригласительный этап», да, можете рассказать подробнее, что будет далее после того, как он будет пройден? То есть, это уже один из этапов Олимпиады, как мы уже поняли, и что будет потом? Ну, не совсем так. Это, так скажем, пробный шар проведения Всероссийской Олимпиады школьников в онлайн-формате. Все-таки это очень серьезное мероприятие, оно проводится ежегодно очно, оно регулируется приказом Министерства просвещения. И поэтому пока документально ничего не изменилось. То есть, в реалиях Всероссийская Олимпиада школьников, как планировалось, будет проходить очно и начинать с начала учебного года. А это такой пробный вариант перевести первый этап школьный в онлайн-формат. Возможно, из-за этого в дальнейшем, я думаю, образовательный центр «Сириус» совместно с региональными центрами проанализирует результаты получившиеся, и, возможно, это перерастет в… Традицию. В традицию, да, в онлайн-формат, например, вообще школьного этапа. Для этого, конечно, нужны нормативные изменения, изменения в нормативные документы, которые регулирует проведение Всероссийской Олимпиады школьников. Пока таких изменений нет. Поэтому пока «Сириус» говорит об этом на своем сайте, о том, что это пробный этап, и результатами они потом будут пользоваться, для того, чтобы детей приглашать на свои очные программы, и также рекомендовать нам, региональным центрам, приглашать детей на очные программы. Потому что на сегодняшний день Всероссийская Олимпиада школьников является одним из основных инструментов выявления одаренных детей. А как-то участие в пригласительном школьном этапе может повлиять на результаты аттестата или оценок годовых? На сегодняшний день нет. Потому что, еще раз говорю, не внесены никакие изменения. Ну, это никак не закреплено документально, официально, да. И до какого числа можно зарегистрироваться на пригласительный этап? Всего шесть предметов, как я уже сказала. Давайте еще раз их проговорим на всякий случай, чтобы все точно отразили. Это физика, астрономия, математика, биология, информатика и химия. И на три предмета, к сожалению, уже регистрация закончилась. Завершена регистрация на сегодня по биологии, химии и астрономии. Еще продолжается регистрация по информатике, физике и математике. Примерно самый последний предмет закончится 12 мая. Об этом также лучше посмотреть на сайте Сириуса, для того, чтобы, поскольку регистрация заканчивается в начало тура до 13.00 по московскому времени. Точно так же наверняка на сайте можно и с требованиями, да, знакомиться к учащимся. Какие они вообще основные требования? Ну, требования небольшие, по каждому предмету и по каждому классу, потому что у нас же с вами очень большой разбег от 4 до 10. На предусмотрены свои требования по использованию в процессе решения заданий справочного материала и тех требований, которые необходимы для решения заданий. Они предусмотрены по каждому классу, по каждому предмету. Они также размещены на сайте. Я думаю, каждый, кто зарегистрировался и захочет принять участие, их увидит. Но по большому счету ничего, кроме доступа в интернет и компьютера, не нужно. Ну и, конечно же, креативного ума. Безусловно. Как будут определять победителей? Победителей будут определять следующим образом. Все выполнившие задания будут выстроены в рейтинг по количеству выполненных заданий. В общем, так примерно проходит и по очному этапу. И в дальнейшем, для того, чтобы понять, смогут ли они, например, принимать участие в следующем уровне, например, в муниципальном этапе. Ну, если бы он проходил тоже в дистанционном формате. И решившие там, пока сложно определить, потому что это первый год. Непонятно, какое количество детей в принципе решит все задания, либо решит там 80% из них. Поэтому выстроят определенный рейтинг. Я думаю, что туда попадут максимальное количество детей, кто смог решить хотя бы там несколько, пару заданий по каждому предмету. А победители Олимпиады вообще по такому же примерно принципу определяются? Или там есть какие-то свои особенности? Есть свои особенности. Они примерно так же выстраиваются в рейтинг. И каждый победитель и призер. То есть для определения победителей и призеров выстраивается рейтинг. И он тоже каждый год разный. Потому что общие результаты у детей разные. Победители и призеры переходят в следующий этап. Вот для того, чтобы, например, попасть в заключительный этап, не всегда достаточно быть победителем или призером регионального этапа. Поскольку на заключительный этап вот это количество набранных баллов определяет центральные предметно-методические комиссии, которые находятся в Москве. И количество баллов может быть, ну, допустим, призер регионального этапа решил, ну, возьмем там на 80 баллов, например, это просто такие цифры. А пройти можно только с 82. А что дает, получается, участие в пригласительном этапе? Какие возможности открываются перед ребятами, которые там даются? Ну, во-первых, участники совершенно точно попадут в поле зрения образовательного центра «Сириус» и в поле зрения региональных центров, которые работают по модели «Сириуса». И это уже значит много для того, чтобы в дальнейшем общаться с этими детьми, приглашать их на свои программы. И для детей, участников это будет, ну, наиболее такой прямой и быстрый способ возможного попадания на очные программы или очные мероприятия «Сириуса» либо региональных центров. Ну, и потом это все-таки багаж знаний, и ребенок сможет определиться, понять свой путь в том или ином предмете, хочет он этим заниматься. Потому что задания разработаны очень интересные, и я думаю, детям, увлекающимся, таких очень-очень много, потому что, ну, например, количество участников в Свердловской области школьного этапа прошлого года около 170 тысяч. Ну, и вообще, так или иначе, любой ребенок, который хочет каким-то образом, заинтересован в любом предмете, хочет им заниматься, он, так или иначе, где-то участвовал в Олимпиадах, в Олимпиаде, на каком-либо этапе. Ну, и тем более, если все-таки проходишь и пробуешь себя во Всероссийской Олимпиаде, наверняка это же какие-то льготы для поступления в ВУЗы, если, конечно, занять призовые места потом и так далее. Это уже по очному этапу, безусловно. Победители и призеры заключительных этапов получают преимущество при поступлении по тому же профилю, по которому они стали победителями или призерами на Олимпиаде. Ну, то есть, если вы участвовали по лингвистике и вдруг куда-нибудь поступаете на физику, то, конечно, здесь просто как документ, это будет учитываться как портфолио. А вот если вы по тому же профилю поступаете в высшее учебное заведение, то это засчитывается как 100 баллов ЕГЭ. Инна Казимировна, мы много с нашими гостями разговариваем про ситуацию, которая складывается сейчас в образовательной среде, в том числе, что вот у нас все ушли на дистант и так далее. По-вашему, вот такие вот новые онлайн-формы обучения или участия в Олимпиадах, они как-то могут помочь в будущем развиваться образованию? Нужно ли это и правильно ли это развиваться там, в онлайне? Я думаю, безусловно, помогут. Сейчас об этом просто шумит и бурлит педагогическое сообщество о том, что никогда больше образование не станет прежним, и что все поменяется. Опять же, сейчас и ученики, и педагоги имеют возможность, вернее, вдруг осознали, как они любят очные встречи, и как они без друга скучают. Я думаю, что мы все возьмем, почерпнем из этой ситуации максимум, во-первых, конечно, дистанционное образование, которое, может быть, до этого момента было не столь важно. постепенно оно разрабатывалось, сейчас на него, конечно, основной упор и такой мозговой штурм, поэтому оно у нас очень сильно и по качеству, и по разнообразию своему вырастет, нам будет из чего выбирать в дальнейшем. И очное образование, в том числе и общее образование, я уже не говорю про дополнительное, оно тоже вынесет свои, безусловно, уроки о том, что можно комбинировать, будет возможно в дальнейшем. Но это, конечно, все необходимо вносить и изменять нормативно. Но я думаю, что мы сейчас очень трагичны, с одной стороны, момент, но, с другой стороны, и довольно интересно переживаем с точки зрения именно развития вот таких технологий в виртуальных, дистанционных. Ну, в общем, будем потихоньку внедрять, но, конечно, каждый раз приходим к выводу, что учителя живого все же из этой цепочки никак не убрать. Они необходимы будут всегда, наверное. Безусловно. Инна Казимировна, в завершении нашей беседы я бы хотел немного поговорить о деятельности вашего фонда, в том числе, потому что наверняка сейчас коронавирус же влияет на все. Как-то повлиял он на вашу работу, на дальнейшие планы, может быть? Ну, на дальнейшие планы вряд ли. Мы все-таки надеемся, что по завершении противоэпидемиологических мероприятий мы снова начнем работу в очном формате. А сейчас, поскольку основной вид нашей деятельности – это проведение интенсивных смен. И пока они у нас запланированы с 7 июня, начало первой смены, конечно, возможно, в ближайшие две недели мы сообщим о том, что мы тоже сейчас уже задумываемся о переводе ее частично в дистант. И вообще по летней кампании, по летним нашим образовательным сменам. Поэтому здесь, безусловно, определенная корректировка произошла. Но первая смена либо в дистанционном, частично в дистанционном формате, либо в полностью очном у нас планируется с 7 июня на 20 дней. По всем нашим четырем направлениям – спорт, наука, искусство и народные промыслы. Наука будет представлена олимпиадной тематикой физика, экономика, математика и информатика. Искусство – это балет классический и лингвистика, журналистика. Промыслы – древнерусская роспись и гончарное мастерство, и спорт – шахматы. Пока планируем вот так, но даже если нам придется перевести первую смену в дистанционный формат, в любом случае она будет интересной. И осенью, либо после отмены карантинных мероприятий, мы обязательно с нашими учениками встретимся в вочном формате на какие-то завершающие мероприятия, закрытия смен, проведение турниров, олимпиад. Обязательно встретимся в вочном формате. Если все-таки придется первую смену перевести на дистант, что это будет и как это будет? Есть ли уже какие-то у вас идеи, можете ли вы поделиться ими? Да, если это будет по направлению наука, то это будут олимпиадные задания для детей по тем предметам, которые я сказала – это физика, экономика, информатика и математика. Будет решение задач, направление заданий, наверное, зум-конференции, выходы с педагогом, индивидуальная работа через зум-конференции и контрольные мероприятия. Но полностью, 100% мы не хотим выходить в дистант, то есть мы часть мероприятий все-таки оставим тогда на осень или на тот период, как только станет возможным проведение очного этапа. То есть мы все равно хотим собрать и тогда уже максимально насыщенную программу провести в окончании этой смены. Ну, в общем, самое главное пока, что первая смена должна, как и планировалось, летом уже запуститься, и все будет хорошо, но за любыми изменениями, в любом случае, я думаю, вас на сайте можно следить, вы там все наверняка оперативно публикуете. Инна Казимировна, спасибо вам большое за то, что к нам сегодня пришли. Напомню, у нас в гостях была директор фонда «Золотое сечение» Инна Дениушев. Мы с вами прощаемся, до свидания.